Всем привет, друзья! Вы смотрите Мир Музыки, меня зовут Юрий Малеев, и если вы подписаны на инстаграм Мира Музыки, то, наверное, недавно вы видели там фотографию в сториз, где я стою на фоне большого количества коробок с гитарами. Это приехало к нам очень-очень много гитар годен, и сегодня я всего лишь малую часть этих гитарчик хочу скрыть, посмотреть, ну и предлагаю вам, собственно, вместе со мной эти гитары посмотреть так же, можно сказать, в первый раз, потому что некоторые модели к нам приехали впервые, а некоторые модели, они отсутствовали у нас на витрине достаточно давно, поэтому, ну, можно сказать, как в первый раз. Итак, давайте я беру ножницы и начинаю вскрывать первую коробку, и наслаждаемся всем этим процессом. Кто может быть прекраснее, чем распаковывать новые, свеженькие, канадские, акустические, и, скажу вам, не только акустические гитары. Так, ну, первое, что я вижу, это вот такой, вот пакетик, и смотрите, обратите внимание, там вот такой вот брелочек с логотипом LRBX, а это нам как бы намекает на то, что эта акустика укомплектована с завода, оснащена акустикой, акустикой, звукоснимателем LRBX. Да, я совсем забыл, что гитары годен, они поставляются просто в фантастических надувных жилетах, поэтому, если вдруг контейнер с судна упадет куда-то в море, там, в Атлантический океан, то он точно не утонет. Все гитарки вот в таких вот идут в жилетиках, классных. Ну, кстати, это тоже приятно, когда это не какой-то дешевый вот этот вот термопакет, а вот такая вот матерчатая сумочка. Это все безумно прекрасно, безумно приятно каждый раз распаковывать. Та-дам! Итак, это у нас что? Это у нас Metropolis Composer, если я правильно помню. А я правильно помню, это вот такой вот красивый Metropolis Composer, Дредноут из массива красного дерева. Ну, в общем, вот такой вот Дредноутик, Metropolis Composer у нас уже есть в наличии. Скорее всего, он есть к тому моменту, когда вы смотрите это видео, он, скорее всего, есть не только в нашем московском магазине, но еще в некоторых филиалах, поэтому узнавайте в магазинах Мир Музыки в вашем городе. А если его там нет, то всегда можно заказать. Поехали дальше. Итак, следующая коробочка. И тут у нас... Не буду говорить, что тут у нас. Сами увидите. Тут немножечко интереснее. Это те самые фантастические, можно сказать, бронебойные трик-кейсы. В таком кейсе вашей гитаре много чего не страшно. Он отлично держит температуру, он достаточно жесткий. То есть, в принципе, наверное, можно сдавать в таком кейсе. Даже можно рискнуть сдать акустику в таком кейсе в багаж самолета. Возможно, даже с ней ничего не случится. Ну да ладно, хватит болтать, давайте вскрывать. Что-то очень... что-то на красивом. И, кстати, не на таком уж и богатом. Итак, это у нас лимитированная модель Metropolis в роскошнейшем цвете Гавана Бёрст. Очень красивый Sunburst. Ну, или не Sunburst. Бёрстик, в общем, что надо. Inlay на грифе. Обожаю эти Inlay у Година. Колочки с открытой механикой. Винтажные. Тоже LRBX. Электроника. Да блин, это просто красиво. Это просто красиво. И это у нас есть. Поехали вскрывать гитарки дальше. Ну, если первые две гитары я заготовил как бы так специально, чтобы вот они были первыми, то тут дальше уже я вот просто гитары расставил как было. Поэтому сейчас самое-самое волнительное. Я выбираю, какую же следующую гитару я буду вскрывать и вам показывать. Не дредноутовые. Посмотрим. Видимо, годы берут своё. И с возрастом я начинаю любить паралоры. Вы только посмотрите на этот цвет. Прозрачные ручечки. Они так приятно. Не очень туго, но и не очень легко вращаются. Вживую я не знаю, насколько вы имеете возможность оценить красоту покрытия этого инструмента, но это очень круто. То есть это такой серебристый, полупрозрачный какой-то цвет с блёстками, но при этом видно структуру деревяшки, текстуру дерева, поры дерева. Блин, вообще роскошно. Ну, я готов абсолютно ответственно заявить, что это самый красивый паралор в моей жизни. Ладно, поехали дальше. При всём многообразии этих коробок, но не такой большой выбор среди акустических гитар, потому что здесь не только акустические гитары находятся. Давайте красоту, красоту. Не будем много красоты сразу показывать. Давайте такое, более привычное, более традиционное посмотрим. Не отменяющее, конечно, всей прекрасности гитар Годен. Итак, Fairmount Concert Hall тоже в электроакустическом исполнении с звукоснимателем LRBX, что не может не радовать. LRBX это всегда приятно. Конечно, привычное красное дерево, махагонии, ёлочка, такой глубокий глянец и на обечайке, и на нижней, и на верхней деках. Матовый грифочек, такой тоже приятно покрашенный. То есть не просто покрытый лаком, а он покрашенный, чтобы примерно в тон быть с корпусом. Кстати, если присмотреться, всё-таки есть небольшой берст по канту. То есть, ребята, вот в мелочах даже постарались. Чуть-чуть берста, но дали. Поехали дальше смотреть. Давайте-ка ещё одну лимитированную модельку посмотрим. Тут у нас тоже Fairmount. Это у нас лимитированная модель. Выпускалась она ограниченным тиражом. Возможно, весь тираж уже и произведён. Благо, нам вот досталось. По-моему, даже одна. Могу ошибаться, но, возможно, это единственная модель в единственном экземпляре у нас находится. В общем, вот такой вот Fairmount Concert Hall. Только, в отличие от предыдущего инструмента, уже с обечайкой и с нижней декой из палисандра. Что тоже прекрасно. А, ну, кстати, ещё обратите внимание на то, как оформлена голова грифа. То есть, прям, ну, красиво. Ну, красиво, ну, постарались, ну, видно же. Что ж, осталась последняя акустика. И мы потом перейдём уже к кое-чему другому. Три-кейс, это всегда хорошо, это всегда прекрасно. Вова, Исаев, если ты сейчас это смотришь, ты должен был быть стоять здесь, вот со мной, просто вот перед этим инструментом. Imperial Laguna Blue. Красиво. Точно одна приехала. Точно. Вот это, я помню, эта гитара приехала в единственном экземпляре. Ммм, как я мог забыть, тут же ещё одна акустика. Меня смутила просто толщина корпуса и такой погоденовский серьёзный кант. Но это вот такая вот баночка, ребята, блин, посмотрите на это. Ну, конечно, блин, слушай, это очень круто. Датчики TV Jones. Bixby. Настоящая, трушная банка, полностью полая, без центральных блоков. Ох, колочки. Современные, закрытые колочки, а-ля Daycast, но крышечка с таким прям дизайном, винтажненьким. Прямо вот как старые американские автомобили 60-х годов. Красиво. Я немножечко удивлён, конечно, что эти инструменты у Гадена идут без чехлов, зато они красивые. И абсолютно уверен, они очень круто звучат. Прямо жду того заветного момента, возможно, даже уже сегодня, как я эти инструменты буду слушать. Я даже не знаю, что более трушно. Вот эта или та банка. Нет, та роскошно. Там глянец, там берст. А тут вот, во-первых, P90 Kingpin с ушками. На подставочке. Матовый, такой винтажный берст. Такие же колочки. Красивые. Красивые, винтажные. Это всё такое красивое. Это всё так хочется побыстрее включить и послушать. У нас осталась последняя полуакустика. И ещё пару, ну, можно сказать, традиционных, я бы даже сказал, скрепных для Гадена инструментов. Это оставим на сладенькое в последнюю очередь. Короче, если вы любите, может быть, чуть больше гейна на вот таких вот винтажных баночках, то, наверное, версия с хамбакерами вам будет весьма и весьма интересна. Я бы даже на ней что-нибудь в пониженном строе попробовал поиграть. Как-нибудь на досуге попробуем этим заняться. В общем, полуакустики Гаден на любой вкус. P90 с Bixby и с Тиви Джонсами и с хамбакерами. Ну, во-первых, это А12. Тот самый. Я бы её назвал уже даже для Гадена классической гитарой. Традиционной, архаичной. Те самые гитары от Годен А-серии. Не только 12 приехала. Но куда же без 12? Без 12 никуда. Кстати, помимо гитар Годен к нам ещё приехали гитары Siegel и Art03. Об этом тоже мы будем делать посты обязательно в наших социальных сетях. Поэтому подписывайтесь. Обязательно смотрите, что к нам приехало. Приезжает этой осенью, этой зимой. Господи, какая осень? Зима? Этой зимой приезжает уже огромное количество у нас новинок. Суперновинки ещё впереди. Вот я вам прям вот-вот абсолютно честное слово говорю. Мы ещё вас удивим кое-какими новинками, которые уже скоро появятся в наших магазинах. Ну а пока давайте. Тот, кто знает, тот, кто пробовал, тот точно поймёт. АСЦ, Коа. Те самые восхитительные гитары с MIDI-звукоснимателем. Как вы можете видеть, не только обычный аналоговый выход, но ещё и MIDI. Поэтому если вы развлекаетесь с виртуальными разного рода синтезаторами и инструментами и играете на гитаре, то этот инструмент определённо будет очень полезным в работе. Ну или не в работе, почему в работе сразу, в хобби, в вашем увлечении. А ещё он будет просто невероятно радовать глаз, когда на него смотрите, на эту восхитительную верхнюю деку из Коа. Между прочим, это массив, это не шпончик вроде как. Да, срезик такой серьёзный там. Ну, я не уверен, что камера это всё сможет подсадить. Короче, красиво. Вот всё, что я могу сказать. Это очень красиво, это очень круто. Это Goden, это сделано в Канаде. Те, кто когда-либо пробовал эти канадские инструменты, знают, о чём я говорю. Те, кто никогда не пробовал эти инструменты, ребята, добро пожаловать к нам. Приходите, смотрите, слушайте эти инструменты. Я уверен, что что-то вам точно понравится. А если это будет не Goden, то, возможно, это будет Norman или Siegel или Arden Lutery от тех же самых прекрасных канадцев Goden. Всем спасибо за просмотр сегодняшнего видео. Пишите в комментариях, какая гитара вам понравилась больше всего. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok